всем здравствуйте вы на канале хищники на подоконнике с вами натали март в этом ролике я вам покажу распаковку очередной посылочки хищного растения которое мне пришло буквально сегодня сейчас я вам покажу что это за растенька такое так как сейчас декабрь месяц то как видно его утеплили растение там не прислала инструкция нравится что хорошо утепляют что же за чудом не пришли вообще-то я себе скажем так давала такое обещание что ли что я не буду покупать больше растения потому что мне их просто некуда ставить но дело в том что у нас стране появилась очень редкой редкий вид жирянки поэтому вы знаете для одной жиряночки я смогу найти более что она у нас продажа крайне редко скажем так вообще есть поэтому я решила ее приобрести это средний размер растения это не детка вот итак посмотрите как она называется пингвикула примули флора роуз это жирянка примули флора это жирянка отличается от тех жирянок мексиканских которые у меня есть так как это жирянка из европы она европейская она произрастает в сша и что еще можно не сказать что уход за ней отличается от ухода за моими другими жирянками посмотрите вот так вот она выглядит цветет хочу вам сказать она просто потрясающе просто потрясающе у него реально на розу похож цветонос а еще это жирянка практически все время находится в воде по шею в воде другие мои жирянки в воде держать вот так вот постоянно ни в коем случае нельзя почему потому что слабая корневая система и они очень быстро загниют как то я вам уже говорила что в принципе жирянки не сильно нуждаются в очень ярком освещении по сравнению с по сравнению с венериными мухоловками вот но но именно это жирянка она обычно любит когда очень 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 много воды очень много воды поэтому еще и же еще это жиряночка она собственно говоря в принципе даже любит тень в природе где она произрастает она может расти среди сорняков среди травы высокой поэтому она может в природе недополучать естественного солнечного освещения но тем не менее она скажем так этот род жирянки может быть вообще даже до шеи как говорится покрыта водой а еще знаете в чем ее особенность в том что это жирянка очень плодовитая в чем это выражается вот этот вид сорт жирянки не размножается практически семенами вообще зато она очень сильно размножается вегетативным методом способом а именно если у него листочек попадает в вот посмотрите видите она лежит в почве вот он этот листочек и что мы видим на краю листочка видите детка на краю листочка образовалась детка вот она видите растет также вот детка вот эта детка образовалась из листа я не знаю видно вам или нет вот он он лист вот он видите он уже просто просто сгнил вот он лист и на краю этого листа вот она она образовалась вот такая детка видите выросла детка вот она вот то есть если этот лист будет находиться скажем так во влажном состоянии покрыт водой или находиться на поверхности мокрого мха свагнума то смотрите он пускает деток конечно в этом грунте что он не пришел я его оставлять не буду я ее конечно же пересажу и собственно говоря сейчас вы увидите как она у меня будет выглядеть в пересаженном виде и сам процесс пересадки и так в первую очередь я решила отсадить с жирянки вот эту маленькую крохотную детку для этого я возьму вот такой небольшой стаканчик это стаканчик у меня на 6 на 5 с половиной сантиметров маленький так я смотрела примерно видео как это делают как отца живут сейчас я постараюсь делать то же самое а а именно на дно насыпается перлит примерно примерно перлита насыпается половина затем затем у меня в этот стаканчик будет я положу мох это живой мох мох который я продезинфицировала в микроволновке сюда добавлены полиполистироловые пенополистироловые шарики также мелкий кварцевый песок и тот же перлит так и вот таким вот образом я уложу мох кстати вот этот вот мох видите он down длинноволокнистый у меня хотя и обычный но его этот надо немножко измельчить потому что детка очень очень маленькая и чтобы она принялась надо его измельчить можно использовать и сухой мох слегка его намочить так и собственно говоря сейчас я делю детку хочу посмотреть в каком она состоянии старый грунт я счищу вот этот вот так вот она выглядит по максимуму счищу остальное что останется тут есть у нее корешочки но они очень очень крохотная и остальное все дальше счищать не буду и и вот сюда вот в тот мог который я порезала так вот видите посерединке поставлю в поддон налью по максимуму водички и она у меня будет стоять в воде сверху вот так смачу при посадке я не боюсь брыскать с пульверизатора потому что многие жирянки когда высаживают их в принципе вот таким вот образом опрыскивают из пульверизатора так что вот и теперь поставлю это в поддончик налив водичку и так детка посажена высажена и так прошла неделя с момента того как я получила свою жирянку и с момента того как я посадила пересадила вот эту детку почему я ждала неделю потому что мне должен был прийти грунт специальный грунт который я буду пересаживать и еще пересылка немножко затянулась но сейчас я вам все расскажу и покажу по порядку и так смотрите вот детка которую я пересадила видите то есть она живет и нормально себя чувствуют здесь вот в поддончике постоянно находится вода вот и так как она любит влажность повышенную а у меня недостаточно влажно дома то я бы таким вот образом ее скажем так она у меня стоит на подоконнике вот так под освещением и так как выглядит жиряночка спустя неделю понятно что в этот с этого грунта ее нужно убрать ее нужно убрать потому что этот грунт не подходит для нее в какой же грунт я буду пересаживать посмотрите на эту смесь здесь смесь такого состава здесь у меня лечу запон лечу запон это смесь которого входит пемза также сюда входит циолит и вулканическая лава конечно в лечу запон также еще выходит скажем так удобрения поэтому когда вы будете применять лечу запон то старайтесь удобрения кругленькие оранжевые шарики которые будут попадаться старайтесь их полностью убирать потому что жирянки не любят удобрения в грунте также посмотрите мне пришла обессоленная глина вот она это глина она очень очень мягкая она называется серами с еще по-другому вот поэтому наконец-то оно мне все пришло я его наконец-то смогла смешать также в эту смесь у меня будет добавлен перлит вот он мой перлит это перлит который вымочен две недели дистиллированной воде то есть я большое количество его замачиваю и потом таким вот образом я его храню также я для почвосмеси буду использовать мохсвагнум вот у меня посмотрите это живой мохсвагнум и тут как я уже говорила пенополистироловые шарики мелкий кварцевый песок но сейчас я вам все покажу как я буду скажем так наполнять горшочек из чего она будет все состоять вернее что зачем я буду добавлять в горшочек так так это пока отставляем и посмотрим на нашу жиряночку поближе так итак будем ее освобождать вот старой старовой почвосмеси от старого грунта насколько это возможно как это получится все жирянки конечно корешочки небольшие в принципе так запах хочу вам сказать не ахти видно что здесь мохсвагнум кислый ой вернее кислый верховой торф перлит так и по всей видимости мне кажется что тут еще песок содержится так кстати у этой жирянки листья гораздо жестче чем допустим у жирянки тины и чем у жирянки в эссер тут очень жесткие листочки сами по себе но и корни хочу вам сказать тоже здесь помощнее будут посмотрите корешки тут будут помощнее так моя задача убрать вот этот старый грунт потому что он еще и ко всему прочему имеет очень неприятный запах сейчас я немножечко корни промою в дистиллированной воде и вам покажу итак посмотрите как она выглядит после того как я ее промыла посмотрите какие корни шикарные ну мне кажется это максимальный размер корней я не знаю конечно буду смотреть потому что как я уже говорила это жиряночка у меня впервые эту жиряночка я завожу впервые и так что дальше я делаю я беру горшочек в этот горшочек я добавляю вот эту вот смесь как я сказала это лечу закон это сирами обессоленная глина а так же перлик заполняю я примерно чуть больше пол горшочка больше пол горшочка вот этой вот смесью вот теперь теперь я возьму мох сфагнум мох сфагнум тот который у меня есть вот он он вот и собственно говоря высажу в этот свагнум только для начала мне нужно его немножко измельчить крупные ветки вот таким вот образом переложу я на поверхность горшочка вот зачем я делаю именно вот таким образом потому что я смотрела опять же таки на иностранных сайтах у нас в стране растение это впервые я вижу и еще я не знаю как за ним ухаживать поэтому понятное дело что я прибегла к помощи тех людей которые успешно выращивают именно этот сорт этот вид жирянки и вот таким вот образом собственно говоря она выращивается кстати это жирянка не мексиканская поэтому если допустим это было бы мексиканская жирянка то я бы в эту почвосмесь добавила вермикулит но она любит именно подкисленную почву подкисленный грунт сюда как вы заметили в эту почвосмесь для жирянки я не добавляю кислый верховой торф вообще не добавляю но сам мох с вагнум он является кислым поэтому собственно говоря ее корешочки я буду высаживать именно в такой мох и как я уже говорила именно эта жирянка она очень любит повышенную влажность и нижние листья у нее обычно чуть ли не круглый год находятся в воде вот поэтому я постараюсь тоже сделать для нее такие условия чтобы ей было комфортно жутко липнет это же жирянка если знаете как называют масленица и так вот так у меня получилось умастить ее масленица если честно мне больше нравится чем жирянка когда ее называют смотрите вот этого будет достаточно теперь что я сделаю я обработаю с пульверлизатора так вот жирянки мы обычно не опрыскиваем но после посадки один раз вот это можно сделать я знаю что некоторые именно этот вид жирянки опрыскивают я этого делать не буду и я ее поставлю в поддон где у меня будет стоять водичка и на первые несколько дней я сделаю ей тепличку то есть накрою ее стаканом пластиковым стаканчиком вот таким вот образом вот а сейчас поставлю ее в поддон и так вот посмотрите что у меня получилось видите сколько водички водичка доходит до самих краев горшочка вот видите нижние листочки находятся практически в воде видите именно тогда когда нижние листочки будут касаться воды на них начнут отрастать детки я надеюсь что спустя месяц если с ней будет все хорошо то я вам обязательно покажу ну а если даже нет все равно я вам расскажу скажем так как она будет себя чувствовать еще хищные растения не любят когда их вот так вот вращают вокруг оси поэтому я сделаю меточку вот и она у меня будет стоять в одну сторону относительно источника света это может быть табличка с наименованием может быть что угодно вот итак посмотрите вот таким вот образом у меня получилось пересадить мою новую жиряночку примули флора роз я надеюсь это видео было вам интересным с вами была Натали Март